Боевики внутри засели плотно, стены крепкие, ждут, кто решит наступать, встретят из засады. Наши точно в цель. Ещё трое в кузов грузовика, тот по газам, только тронулись прямой в кабину. Глядитесь, двоих сносят снова на ноги и бежать. Дальше работа снайпера. Всё, что вы видите сейчас, не показывал ещё ни один телеканал мира. В теле бойцы российских сил специальных операций в Сирии. Камеры на шлемах, бронежилетах, перемотанные маскировочной лентой, цель российских подразделений, боевики-радикалы. Многие на Ближнем Востоке из СНГ и в любой момент могут вернуться к нам. Реальный бой. 90 метров и вот они, те самые игиловцы с бородами на лице, автоматами в руках, кадры стекловизора. Наши переговариваются. Олег, на полке двое. Один на левом планке. Так Олег сидит. Один на левом планке. Дергается. Стоим. Готовится в ПГ, по-моему. На той стороне 10 боевиков. Сразу видно. Профессионалы растянулись по флангу. Дергается. Один на левом планке. На переднем фланге трое. Кажется, всё, не двигаются. Мгновение. Это были так называемые шахиды, вооружённые поясами смертников. Вот видите, что очень хорошо экипированный боевик. Средства связи, радиостанции, оружие, разгрузка. Не выдвигает этот пояс самый шахидный. Вот шарики, которые начинён плачтить. Детонирующий шнур, который был выведен, чтобы обезвредить зерновое устройство. Всё. То есть он был готов, так же себя ликвидировать, но был уничтожен первым быстрым. Если он говорит 90 метров, то противник. Паника не наступает в такой момент? У противника, да, у нас нет. На шиме следы от осколков. Мина взорвалась в 6 метрах. На столе флакратных ВДВ, где начинал службу, человек перед лутбуком. Командир спецподразделения Минобороны России. За любую информацию о российском полковнике, разведка ИГИЛ готова воплотить сотни тысяч долларов. Сколько человек в подчинении? На каком машине ездит? Во сколько встаёт? По каким улицам перемещается? Где находится офицер? В большинстве случаев даже жена не знает. Наши жены, они личных вопросов уже давно не задают. Серьёзно? Да. То есть у меня поехали? Уехал и уехал. А то есть у вас жена дальше правильно знает, что вы в России? Ну, догадываться, но. Во время всей командировки, а это и 2-3 месяца, и полгода, никакой связи с родными. И с тех, с кем можно связаться, командование и связист в условном штабе. Бойцы почти всё время в тылу у террористов. А потому любое излучение от сотовых планшетов, ноутбуков с интернетом, маяк противника. Говорить чаще прячутся они на своих опорных пунктах. Это как вы говорите? Они могут находиться в начальонных пунктах, как правило, это в начальонном пункте. Население прикрывается? Ну, да, прикрывается население, старается, по-моему, избавиться от ненужного населения. А остальное население прикрывается, которое является дикой живым щитом. На изучении местности часто считанные часы. Был уничтожен один из полевых командиров. Мы получили информацию, что он перемещается между ними подразделениями в ночное время на автомобиле с охраной. На пикапе как он тут так показал? Да, он выдвигается на пикапах, охранение также на пикапах. Вышли на участок дороги ночью, организовали засаду, ждали две ночи. Он появился только на третью ночь. И не пытались уходить, то есть? Ну, конечно, после огневого поражения охранение пыталось оставить свой лидер и отойти. Ну, с операцией были уничтожены. Это они с группой в ноябре прошлого года искали штурмана сбитого российского самолета Су-24 майора Константина Мурактина. Вот кадры той самой операции с беспилотника. Мы были заездены уже в самом окончании поиска нашего подразделения. Он находился на межпроизоляционной пространстве между подразделениями через карм и боевиками. Всегда рядом в таких операциях российские снайперы. Крыша, руины. Вот двое обложились мешками с камнями в заброшенном здании. Один наводчик, у него прибор наблюдения с широким углом, то есть на расстоянии километров видит, например, не одно окно, а весь штаб боевиков целиком. Второй стрелок, у него наоборот узкий угол, детально видит каждый сантиметр. На то, чтобы попасть в цель, часто доли секунды, пока боевик проходит в укрытие мимо окна. Снайперы, они сутками ведут наблюдение за позициями противника, выявляют командиров. По характерным признакам любой командир, в любом подразделении, будь то вражеская, азетка, он приведет себя определенным образом. У него наличие средств связи, обязательно, радиостанции. Он на позиции отдает указания, какие-то ужастикулирует руками. Был момент, когда несколько пулеметчиков противника не давали возможности на третий день сирийской армии, за ней господствующую высоту. При помощи наших лаперов, они были уничтожены, а сирийское подразделение успешно было задать. Чтобы пробраться в места, куда без потерь не подойти, жизнями не рискуют. Отправляют так называемых роботов. Управляется пункт управления, вооружен он противотанковыми ракетными комплексами, и получается он безопасен для жизни оператора. Оператор молодей не управляет. Некоторые пункты управления боевики разбивают прямо посреди пустыни. Палатка, а под ней катакомбы. Это кадры из тех самых траншей. На такие случаи у наших и приборы ночного видения, и лазерные прицелы, это только то, что можно называть полное оснащение, военная тайна. Катакомбы, она есть, 15 человек оборудуются. Ответственно огневые позиции между собой, даже соединяясь этими выходами сообщения. Самое главное, это наше техническое превосходство. Мы используем депутатизированный комплекс в ночь. Наблюдаем, видим, противник свепой, где-то он не видит. Глаза и уши военных наблюдателей. Наблюдатели, близкие в это укрытие, взбираются на здание как можно ближе к передовой. Благоместная архитектура позволяет. Накрывших часто так называемый бордюр, за которым и прячутся. Под защитной сеткой наблюдатели сутками высматривают, из какого здания боевики вывезли снаряды, в какое отправили. Как только обнаружили цель доразведка, ошибки недопустимы. Дальше в деле наводчики прыграются к цели на расстоянии нескольких километров, залегают где-нибудь на обочине, тут же сигнал летчикам. Валют на данный момент находится в отдыхе. Чтобы было понятно, он кружит в определенном районе и ждет сигнал от авиа наводчика. От авиа наводчик получил сигнал, и он идет на эту цель. Показана работа уже авиация. Это командный пункт боевиков. Это позиции боевиков. Позиции, то есть передавая? Да, передавая. Вот мы просмотрим линию окопов, брустер, где находится, позиция, которая мешает либо наступать подразделением через Кайру. Здесь позиция наблюдателя. Наблюдатель ведет в объявлении, корректирует, наводит средства поражения и наблюдает за этими данными поражениями. Так близко находится? В чем близко? Это удаление здесь порядка около 7-8 километров. Наводчики, наблюдатели, снайперы, бойцы спецзадач. Прежде чем отправиться на боевое задание, они проходят подготовку и в Сирии, и на секретных пазах в России. Операции оттачивают круглосуточно. К операциям в Сирии иногда приходится готовиться буквально по коленам в снегу. Но важная особенность, которая учитывается при подготовке, это то, что большое количество военных действий в Сирии происходит на открытой местности, как здесь нет даже деревьев, практически не за чем укрыться. Вот в данный момент, по легенде, вот в этом здании скрывается главарь бандитской группировки, и вместе с ним несколько человек-охранников. Самое важное, это подойти как можно ближе незамеченными, дальше на уничтожение террористов по секунде. Неужели не страшно? Вот по-человечески, вот я расскажу, по-человеческой... Людям, которым было не страшно, их давно уже нет. Не боится только дурак. Человек должен совладать за своим страхом и выполнить поставленную задачу. Присемиться на воду, в костюме с хвалангом подплыть, к кораблю незамеченным, забраться, каким бы ни был высоким борт, с высоты 4 километров прыгнуть с парашютом, кислородных масках, да еще и с противотанковыми комплексами, по 30 килограммов каждый. Все это для бойцов спецзадач обязательный минимум. Обо всех операциях подразделений докладывают лично министру обороны. Мы ощущаем, что мы огромное государство, которое, во-первых, нас обеспечило, обучило, оснастило и отправило выполнять задачи. Соответственно, у нас свечит огромная ответственность за выполнение этих задач. На нас смотрят, как наши дружественные товарищи из Сирии. Они смотрят просто на нас, как на богов. Думают, что мы там не стерлым победим всех. Мы должны все эти задачи выполнять точно вовремя и сроку, и с успешным результатом. Героизм, мужество, отвага, полный список заслуг российского полковника не уместить даже в военном приказе. Звонит герой России, который присвоен ему по указу президента, говорит, заслуга всего подразделения. Повезло, что командует лучшими. Антон Лядов, Горослав Борисов, Александр Ректушенко и Кирилл Гачин. Вести недели.